Диавол Не на ваш дух, на вашу душу Всядьте Все, кто в эфире, вас слушайте Помазание продолжает двигаться Я чувствую прямо Сейчас я чувствую Помазание исцеляет И есть женщины, которые Не думали и не просили Даже этого исцеления Но сейчас оно происходит Сейчас это исцеление происходит Вы были лишены Полноценной жизни Через эти болезни Но сейчас В вашей семье приходит порядок Мир Гармония Подними руку и скажи Гармония Гармония Аллилуйя О, дорогие мои, я приветствую вас Наш зраценный Глава Сената Ваша центра Моя Приветствую вас Вы знаете, что на Бали Самое главное Это гармония 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 с самим собором Гармония с природой Гармония с Богом Гармония с Богом Дайте хорошую славу Богу Дима ancora Глория И я думаю придет момент Когда На каком-то из саммитов Они приедут И они расскажут И будет вам интересно Послушать И будет вам интересно Послушать Так вот послушайте Гармония Очень важна Гармония Без гармония Мы прячем Мы прячем Та тайна Наскодим Коя Коя Что нас мучает Коя 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 Мы можем Красиво Выглядеть Красивый Костюм Мы можем У нас Как вы делаете? Хорошо Но на самом деле Дома Ад На самом деле Все не так хорошо На самом деле Все плохо Но мы все пытаемся выставить себя так, как будто бы все хорошо. Потому что дьявол нас так учит. Чтобы мы не открывались друг перед другом. Он мучает наши души. Он нападает и делает смятение в нашей душе. И через это Дух Святой не может проявиться. Потому что смута, каламбур, в твоей душе, мучение, не позволяет Духу Святому пройти и проявиться. Меня кто-то слышит здесь или нет? Вы слышите или нет? Все кто в эфире, вы знаете о чем я говорю. Я встречаю людей, друзья, и я говорю привет. И я говорю, как дела? Как дела? Отлично! У меня все супер. И он мне присылает свои фотографии какие-то там. И я смотрю на все, знаешь. Да я вот. Да у меня уже движение такое. Слушай, я у меня уже людей столько. У меня уже людей столько. А я за людьми не гоняюсь. Я делаю все возможное. И я делаю все возможное. И я делаю все возможное. Чтобы не царствовать, а служить людям. Да у меня все супер. Да у меня все супер. А потом когда начинаешь говорить, 5 минут. 10 минут. 5 минут. 15 минут. 10 минут. 20 минут. И на 25 минут. И на 25 минут. Давай все сто fois injustКо, что я уже не могу выдержать, человеком. Я готова, ужас или нет. Я так попался. Я теперь должен деньги даже там. А теперь я должен и той партии служить. Теперь я должен и этим людям угождать. Теперь я, ой, если бы мне как тебе на островах Я хочу, чтобы как мне на островах надо искать Царство Божие Люди, друзья, строены Диавол мучает душу Вы знаете, я приехал в Днепр Когда я приехал в Днепр Я очень сильно молился Вы знаете, что я молился около 14 лет по 8 часов в день И поверьте, самым моим главным учителем Знаете кто? Боль Боль Потому что я видел как раз, каждый раз когда я ошибался или делал неправильный выбор там, где меня обманывал Диавол Я все время терпел боль И Диавол контролировал меня через это И послушайте, что случилось Как только я приехал в Днепр После пятилетнего миссионерского путешествия С Викторией И трех детей Я понял, что я ничего не могу Я помню, я молился И я узнал, что приехал один проповедник В Днепр И проводил конференцию И я не был в его церкви Но я вдруг раз и почувствовал Как я вас учил В мгновение Секунда Что я должен пожертвовать ему Пять тысяч долларов У меня не было таких денег В тот момент у меня даже тысячи не было Пять тысяч долларов В то, чтобы Бог помог И дал мне мудрость И я прибежал и сказал Самым близким помощником Мы начали молиться Боже, я висую славу Помоги Я молил Бога Друзья, за три дня пришли эти деньги Пять тысяч долларов Слушайте, слушайте Я попросил с ним встречи Мне бы не дали с ним встречи Я был вообще никто Чтобы попасть даже туда Где собираются пастера Надо было иметь 50 человек А у меня не было 50 человек И я не было 50 У меня было 40 Знаете что? Она стоит и спрашивает У вас есть 50 человек? Девушка вот такая Молодая девушка У меня была такая У меня была такая У меня была такая У меня была такая И она стоит А я стою перед ней Как будто И я стою перед ней И она видит что я вру Так есть или нет? Ведево, что я стою ментом Моя целью или нет? Есть Си И знаете Я взял И потом Меня подвели к нему Я стою на колени И я говорю Я молюсь о том Чтобы Бог дал мне мудрость Для Днепропетровска И я сказал Я прегу Дю Потому что мне дали Днепропетровска Помолись пожалуйста За меня Прега По мне Я сказал Знаете Меня бывало звали Помолиться Великие люди Говорят Вот приехал Великий человек Пусть он за тебя Помолиться А я говорила Я не пойду И я спешу Я говорю Я не пойду И они говорили Почему? И мне сказали Почему? Потому что Дю Он за тебя Я говорю Потому что В Библии написано Никогда не иди К пророку С пустыми руками И если я хочу Чтобы что-то Произошло Я должен Иметь в своей руке Что-то На что Отреагирует Бог Жертва Которая приобретет Мне благоволение Аминь Теперь послушайте Интересно было то Что когда я пожертвовал Эти деньги И я ушел И в моей душе Пришел какой-то мир Несильно Но начал приходить мир Что мне нужно Делать Я тогда не знал Того секрета Которым Говорю вам сейчас Но я двигался В нем Можно сказать Наученный Богом Как будто бы Как будто бы Иструю И у меня Начало Получаться И у меня Сорока человек Перешло На 50 На 70 На 80 На 90 На 100 На 100 На 130 Так страдал Так страдал Так мучился От того Что Почему Почему Я имел Такой мир Я имел Я имел Я имел Такой мир Я имел Такой мир Когда было 40 человек Я имел Мир И все Само Росло И Все Само Росло И И Сорока На 130 Человек Мы Заказываем По Тысячи Бросшур И Ни Один Человек Не Приходит И Меня Это Просто Приводило В ужас И Человек Это Человек Мик Спавент Мик Было Очень тяжело И Я вам Расскажу Еще одну И Расскажу Еще одну И Которая Произошла Спустя Небольшое Время Допло Не Трохо Тем Я Поехал На конференцию Как вы Я Летел Долго Как вы Прилетел Я Рассказывала Две Недели Я Находясь На этой Конференции Я Всю Конференцию Что-то Ждал Нечего Не Присходило Нечего Ничего Ничего Представьте Вообще Ничего Наоборот Я смотрел И думал Что Я здесь Сделаю И Мик В самый Последний День Л Утимисимо У меня Была Встреча С Лидером Этой Церкви Я Зашел К нему В кабинет Я Никогда Не Захожу Как я Вам Говорил С Пустыми Руками У меня Было 15 тысяч Долларов Я Взял Эту Жертву Я Говорю Это Моя Жертва Я Семен Мы Начали Разговаривать Буквально Несколько минут И вдруг Он говорит Ты вернешься домой И сразу же И повторяет И сразу же И Бог даст тебе Очень много День Очень Много День И я Смотрю А он Не Останавливается Поднялся Семен Семен И Это Уже Твой Уровень Который Будет Рассид Дальше И Он Говорил Это И Говорил И Мы Семен Поговорили Дальше 40 минуты Дальше Абсолютно новая машина. Салона. Мерседесом за 100 тысяч долларов. Казалось, это могло прекратиться. Нет! Оно не прекращалось. Оно наоборот набирало обороты. Набирало и набирало, и набирало. Потому что Бог, он бывает смотрит на то. Как ты слушаешь? В Библии написано, имеющему прибавиться. А у не имеющего отнимется и то, что он думает иметь. И именно это место Писания, друзья, оно относится. Не к деньгам. Еще раз повторяю, не к деньгам. Не к деньгам, я говорю в эфир. Не к деньгам, я говорю в эфир. Почитайте внимательно. Легчете bene. Что говорит Иисус? Что говорит Иисус? Он говорит, смотрите, как вы слушаете. Ибо, кто имеет, тому прибавится. А кто не имеет, тот не слушает. У того отнимется и то, что он думал иметь. Поэтому сегодня пятый день, я могу быть уставший. Послушай, я был две недели уже, с утра до вечера. Я был очень уставший. Но ты знаешь что? Когда он говорил, мои духовные уши были открыты. Дьявол, как вы думаете? Приходил и говорил мне, слушай, зачем тебе отдавать 15 долларов? 15 тысяч. Ты сам в нужде. Дьявол говорит так или нет? Вы говорите, как вы слушаете. Не слушайте дьявола, он всегда принесет смуту. Через смуту он заблокирует действия Духа Святого в вашей жизни. Когда ваша душа наполняется миром, тогда Дух Святой начинает лить, буквально на тебя лить. Понимаете? Дух Святой внутри нас и тот кто в нас, больше того кто в мире. Аминь? Поэтому вся битва идет за душу. Чтобы душа заблокировала. Чтобы душа буквально забетонировала Дух. И так что многие пастыри у них церковь я вам говорю, потому что я с ними лично разговариваю. И он говорит Володя, я уже полгода ни разу не молился. Но он выходит в воскресенье и проповедует. А вы можете что-то получить или нет? Если нет, ни слова, ни рема, ни откровения, ничего. Вы задаете с вопросом и у вас вывод, знаете какой? Виноват ни проповедник? Виноват Диавол. Виноват Диавол. Не, знаете что? Проблема в том, что у вас просто нет откровения. Откровения оживляют. Рема оживляет, Дух оживляет. Сегодня, когда я говорю, это Дух. Слова мои, как Иисус говорил, как Дух и Жизнь. Когда ты их слушаешь и когда ты начинаешь двигаться, начинаются чудеса. Чудеса, чудеса, чудеса. И мираколи, solo мираколи, и другие мираколи. Мираколи. Аминь. Аллелуя. Я вам расскажу одну историю перед колледжем, в которой я учился еще. Мы с Виточкой. В общем, она забеременела. Мы с ней оказались в таком положении. Как же идти в колледж? Если она забеременела, два года. Два года учиться. Добро пожаловать. И вот тут такая ситуация. Я работал. Я строил дома. Струиво дом. И один из тех парней, которые строили эти особняки, огромные особняки, и такие, знаете, много этажей. Они владели буквально всем шоколадом в Днепре. Так вот, послушайте. Он мне угостил шоколадку, а потом говорит. Ми дали у меня шоколадку, а потом говорит. Хочешь? Приезжай, бери у меня шоколадку. Сей воля, вини до меня. По цене, который я беру ее в другой стране там. Бери сколько хочешь. И продавай. И вендила, ревендила. Я говорю, да ладно. Да? Верно? И он мне говорит, да? Я приехал. Sono venuto ли. Меня подвели. Меня подвели. Я шоколада набирал, друзья, полные маршрутки. Я обеялся. Вот эти автобусы. У них негде было стоять. Ди чоколада. Я его развозил по разным магазинам. И я развозил на... Знаете, есть реализация. А есть консигнация. То есть, реализация это когда продадут. А консигнация это когда я дал и через три дня мне должны вернуть деньги. Вы не представляете сколько денег появилось у нас в Виктория. У нас деньги были везде. Во всех карманах. Во всех сумках. В шоколадках. Везде деньги. У нас тогда были в Украине купоны. Знаете? Поэтому, когда мы высыпали, у нас была такая гора денег. Мы были миллионерами. Эраны практически миллионари. Купоновыми. Миллионари в купонах. Миллионари в купонах. Но денег было очень много. И вот представьте, приходит... Время Виктория рожать. И я рассказывал это как-то. Послушайте сейчас еще раз. Внимательно. И вот моя душа начинает переживать. Так переживать. Друзья, что я чуть не сошел с ума. Потому что я пришел к одному диакону. Потому что я пришел к одному диакону. Служитель у церкви. И говорю, я так переживаю за Витачку. Как она будет рожать? А он сидит и говорит мне. Луи сидит и мне говорит. Да, порежут ее там. Потеряет много крови. Выживет. Да, такой служитель. Видно, он сильно любил свою жену. Друзья, я там чуть... Инфаркт мне не хотел. Я домой ушел. Я все время думал. Я ночью об этом думал. И я с Богом договорился. Сделай со мной что-нибудь. Да, я никогда этого не говорил. Первый раз говорил. Что хочешь сделать с моим телом. Фай что-то хочешь от моего тела. Только сделай, чтобы она родила нормально. Чтобы то, что не говорит, не было этого. И я побежал к другому диакону. И я был новообращенный, друзья. И я прибежал к нему и говорю. И я прибежал к нему и говорю. Послушай, мне так страшно. Стой так плохо. Тот сказал, что ее будут резать. Что она еле выживет. И вдруг этот диакон мне говорит. Он мне говорит, если ты не дашь, запомни, даже просто обычной санитарке 50 баксов. Когда твоя жена будет умирать, она даже не подойдет к ней. И у меня внутри вообще все. И вы понимаете, что я мог бы слышать в этот момент. Он сказал, о, Дио. О, мой Дио. Диавол взял мою душу в обороте, слышите или нет? Диавол хочет взять твою душу в обороте. И Дух Святой не может ничего делать, потому что твоя душа смущена. Твоя душа мучается. Твой разум наполнен страшными картинами. Твои эмоции рвут твою душу на куски. Без скальпеля кто-то берет и разрывает когтями. Это состояние, когда Дух Святой не может дать тебе процветание. Не может дать тебе помощь. Не может поддержать тебя. Не может спасти тебя. Не может спасать тебя. Им нужно было рожать примерно на две недели раньше нас. И я помню, я говорю, Виктория. Я вдруг внутри почувствовал. Знаете, Бог не оставит нас. Он всегда даст побуждение. Семя веры. Скажи со мной, семя веры. Дите ко мне, семя веры. Понимаешь? Когда мы... И когда мы... Семь семя веры мы должны знать семени скрыт урожай. И я говорю, мы должны отдать все деньги, которые мы собирали весь год. Представьте, эта гора. Все до копейки. И мы должны отдать им. Они такие же нищие были, как мы, вот до этих шоколадов. Витачка говорит, да, давай. И мы взяли все деньги, собрали. Набили сумки. И мы пришли. С ним встретились в церкви. И отдали им все. И им дали им все. Не ставили себе ни одного купона. Ни одного цента. Ни одного цента. И вот. И проведем с ней. Семь вернувшись с Викторией. На машине. Моего пастера. На машине. Моего пастера. И она говорит. И она говорит. Вовочка. Поворачивай в роддом. Так было всегда. Но в этот раз было не так. Послушайте. Я за первый раз вам расскажу. Я повернул в роддом. Слушайте. Мановра по повернувшись с Викторией. Приехал. Я вам рассказываю. Приехал в молитвенный дом. Я приехал в молитвенный дом. И ждем. И спрашиваю. Вдруг звонок. И повернувшись. И попричал. Но перед этим. Но перед этим. Одна пророчица. не от Бога колдунья в церкви сказала, что ребенок родится 15 мая а я ее отвез и это 13 мая и я понимаю, что мне звонят и говорят ее повезли в родзал наша знакомая в родзале пролежала трое суток и она сама чуть не умерла и ее ребенок чуть не умер и вдруг я понимаю, что Викторию повезли в родзал я бегу и падаю на колени и кричу, Боже, Боже, Боже помоги и вдруг я начинаю плакать рыдать и смеяться одновременно и с меня прямо изнутри слова, голос конкретный и так прошло минут 10 15 максимум и резко прекратилось и в душу и мир и я иду назад и я верну вниз, спускаюсь а все бегут меня навстречу знаете, как у меня сестры в церкви в молитвенном доме бегутся навстречу и кричат мальчик, мальчик я даже не поворачиваюсь а говорю та ее только повезли в родзал они меня дергают вова, мальчик и я говорю успокойтесь я только что в родзал повезли они меня убеждали и не убедили я пошел в столовую в церковную сел и говорю дай мне попить и эта сестричка встала так надо мной и говорила вова, посмотри на меня и я говорю что? она у тебя родился мальчик и я такой я говорю когда? когда? я не был больше в меня до меня только дошло что они говорят не правду я думал что они все что-то перепутали но чтобы вы поняли Витачка родила без единого разрыва без единого вообще просто родила и все а партурит punto и basta если я связался мне сказали тут полежать с какой-то грилочкой и шесть часов положено полежать и я выйду к тебе и я говорю это странная вещь слушайте через шесть часов я приехал она спустилась там с какого-то этажа выходит ко мне и говорит все в порядке все чудесно Бог сделал чудо ангелы Божьи принимали эти роды аминь и очень часто друзья мы с нами не можем обрести мир в душе мы не можем видеть хорошие картины мы не можем представлять хорошие исходы потому что мы напуганы какими-то другими примерами и когда нет мира в твоей душе ты не даешь Духу Святому проявиться проявиться через твою душу и проявиться прямо в физическом мире посредством четвертого измерения ты можешь контролировать события в своей жизни аминь ты можешь влиять на предстоящие события в своей жизни вы не понимаете вы не понимаете к доктору Юнгельчу привели женщину как старая дева не может выйти замуж он говорит берите листик и ручку пишите и на пенна и скажи какого вы хотите мужа полный или худенький худощавый и она ответила на все вопросы он ей это дал говорит повесите читайте каждый день и представляйте эту картину через полгода в церковь приехал учитель музыки она написала что она хочет чтобы он занимался музыкой и вы знаете там было много много красивых красивых девушек а она была уже знаете не такая красивая как те но он в нее втюрился так сильно что он ей не давал проход и они поженились и на свадьбе они взяли зачитали это все а потом порвали просто и бросили в воздух и сказали все четвертое измерение работает друзья если ты хочешь сегодня успокоиться послушай ты должен знать что ты должен научиться видеть вопреки когда кажется уже даже что-то все произошло у меня есть секрет я молюсь и говорю Боже Боже умоляю тебя войди в прошлое и сотвори чудо это безумие но Бог делает это каждый раз вы ограничены в ограниченных телах поэтому вы не можете выйти за пределы своего тела аминь но Бог вам дал воображение и воображение принадлежит четвертому измерению и вы можете посредством воображение и видеть будущее видеть и будущее знаешь как говорит какой дом я даже не представляю чтобы у меня такой был это Джей Лоси написывает а тот ему отвечает говорит не представляешь? а тот говорит нет говорит у тебя и правда его никогда не будет потому что чтобы он у тебя был ты должен его представлять все что вы представляете приходит в вашу жизнь и когда мы говорим о финансах друзья мы должны видеть себя процветающими процветающими прежде чем быть здесь на сцене и говорить с вами я представлял себя тысячи раз здесь послушайте мне пуговицы пошили не те которые я представлял я отдал костюмы назад и сказал перешейте и сказал какие потому что это все всегда будет идентично тому как ты представляешь если сегодня в твоей жизни есть проблема у меня была проблема я у меня была проблема денег нет не было денег долгов много все звонят а у меня мечта жертвовать дело дело божье и я взял и начал с 10 гривен каждую неделю дошел до 100 долларов а потом пошли по 1000 долларов и вдруг я понял Бог дал мне 1000 долларов жертвовать неделю я могу и 10 тысяч долларов в неделю жертвовать я завяжу от кого-то и я узнал что я завяжу ни от кого ни от каких-то бизнесменов ни от каких-то людей ни от церкви ни от работы ни от бизнеса я занимался разными бизнесами друзья 10 лет я занимался зерновыми у меня был свой автопарк с Германией мы нагоняли этих манов как говорится большие фуры знаете и возили зерно семечко кукурузу и все остальное у меня были свои маслобойки лесом я занимался удобрениями занимался топливом занимался послушайте я не простой такой как кажусь и все это бесполезно пока Бог сказал не успокойся через жертву через то что ты становишься партнером в моем деле я становлюсь твоим спонсором и сегодня тот день друзья когда вы должны знать что через партнерство мы соединяемся как кровеносные сосуды понимаете кровь Иисуса Христа нас соединяет он пролил кровь свою но мы берем идем покупаем джинсы и даже не думаем но чтобы купить баночку химиотерапии брендовой ребенка какие дети какие вообще химиотерапии какие больные люди вы знаете я однажды слышал историю один человек он мне ее рассказал он работал в реанимации есть знаете такая реанимация вот как только авария самое страшное только авария и сразу везут в эту реанимацию в этой реанимации человек он буквально он умирает сразу же мы видели с Викторией вообще на дороге сбитого человека он так кричал что я и мой помощник убежали а Виктория и та сестра они оттягивали его с дороги чтобы его дальше переезжали машины и он остался живой Виктория ездила к нему в больницу но есть такая послушайте реанимация вы понимаете разницу да реанимация то человек упал с девятого этажа був везут сразу самое критическое отделение и вот он работал там и сам он был наркоманом и как только привозили людей с поломанными бедрами тазами шеями позвоночниками вывернутыми руками вылетевшими глазами их жизнь они такую боль терпели что они просто от боли буквально знаете есть такой шок болевой от которого человек умирает и они умирали от болевого шока и его задачей была работа и как только я забыл это сразу бам моментально моментально водить морфи все эти лекарства которые там сейчас обезболивающие и он водил им воду а наркотик забрал себе вы знаете сколько кругом боли и вы знаете сколько может сделать сегодня народ Божий для людей если бы это была твоя мама твой ребенок если бы это была твоя дочка если бы это был твой близкий как бы ты пережил это узнал что он умер просто потому что не выдержал боли как бы ты пережил люди переживали страшные вещи живут даже не инвалиды их прячут от людей чтобы такие как вы никогда не видели вы хотели любовались Римом статуями как красиво знаете я пастор который всегда с самого начала с первого дня когда я пришел в церковь в первый же день я поехал в дом престарелых и инвалидов и до последнего дня я делаю все время все чтобы оказаться там где онкологические больные где дети инвалиды я не просто посылаю помощников мне не надо я приглашу и все помощники скажут я сажусь и разговариваю с этими мамочками у которых уже зубы повыпали просто у которых волосы не мыли уже может быть год у которых уже нет ничего ни квартиры у которых нет денег на лекарства их жизнь зависит сегодня от народа Божьего который в пропорстве с Богом не так хочется мы сделали около 200 операций детям инвалидам мы сделали множество и ремонты и оборудования и продолжаем делать и недавно делаем знаете я зашел помню первый раз я говорю дети напишите о чем вы мечтаете какой подарок самый невероятный для вас самый дорогой и помощники подбегают они теперь как назовут подарок айфон айпад еще что-нибудь а я говорю так это же хорошо и я говорю так это же хорошо ты не знаешь сколько он проживет может это его последний подарок мы должны все сделать и они взяли и написали все и мы взяли и купили это все и поверьте они все закупили вот такие огромные телевизоры смарт самые последние все айпад айфон разные самсунные разные стационарные эпплы вот эти которые стоят там вообще невероятные деньги и те которые мало заказали мы с Викторией добавили и мы так делаем уже несколько лет братья так говорю или нет и буквально вот там месяца два три назад мы делали снова опять так и я отсюда делал я говорю пойдите и всем деткам которые захотят что захотят они уже научены мамами поэтому заказы там хорошие но я говорю для ребенка какое счастье когда кто-то на земле нашел кто сделал счастлив мои идеи я помню выкатили кровать одной девочке я не знал я не знал я не знал что-то я не знал что-то я не знал и доктор она со мной вообще делилась и я не знал что с кем будет ну как бы как все выглядит как была ситуация она очень плохая и выкатили ее кровать и она мечтала о большом огромном телевизоре и поставили этот телевизор и она была такая счастлива и она так радовалась и я смотрел и думал боже я никогда бы не смог так сильно радоваться если бы мне подарили 100 телевизоров как мы не поймем что блажение давать нежели принимать аллелуя но самый большой подарок это то помазание которое движется прямо через телеэкран через Facebook как сестра говорит я почувствовал нужно Facebook включить включай а он говорит вставай ее уже похоронили близкие а какой-то мунтиан которого она не знает говорит вставай ле дичьи на Facebook алзати в этот момент знаешь что Дух Святой сошел на него потому что мунтиан это просто инструмент а Дух Святой нас всех использует и и чем больше у нас финансов тем больше мы движемся в заповеди Иисуса Христа 28 глава Матфея 19 стих 28-19 Идите и научите все народы скажи все народы я не слышу и все народы вот что мне сказал Бог все народы чтобы люди через телевидение прямо были достигнуты Духом Святым и чтобы дьявол был поражен в жизни когда я вижу детей исцеленных от эпилепсии когда я вижу детей у которых была жидкость у которых был ДСП послушайте у которых не было надежды матерей которые умирали и дети рыдали над ними но сегодня они вместе сегодня они вместе сегодня они вместе потому что есть партнеры партнеры послушайте Евангелие бесплатно но доставка Евангелия стоит дорого чтобы нам открыть офис во Франции чтобы взять франкоговорящих консультантов людей которые будут вести соц. страницы ТикТок Фейсбук и так далее это все деньги так или нет кто-то должен это оплатить и тот кто это делает на него Бог изливает свое благословение потому что Бог хочет проявляться и ты даешь ему я хочу операторы покажите пожалуйста мне так хочется хоть фрагмент посмотреть нашего вот того о детях о детях о детях которым мы сделали операции давайте посмотрим вместе операторы пожалуйста у меня есть любимый брат он не такой как всем он очень странный говорят беспомощный совсем мне интересно с ним играть но мне нельзя его ни на минуту оставлять на свете одного я научился понимать как трудно бывает ему и самое трудное это сказать обо всем самому представьте что здесь происходит чудесное волшебство в меня душа его входит и я говорю на него мы просто другие мы живем на другой глубине мы просто такие неизвестно по чьей вине нам себя уже не изменить и такими как вы не стать так попробуйте рядом быть попытайтесь нас просто понять мы по-другому говорим и мир для нас другой и потому в себя храним испуганную боль и я не смогу научиться обманывать и грубить а сердце стучит стремиться мир безответно любить есть мама и моя сестра без них ни единого дня не выжить мне даже в квартире ведь это чужая земля мы просто другие мы живем на другой глубине мы просто такие неизвестно по чьей вине нам себя уже не изменить и такими как вы не стать так попробуйте рядом быть попытайтесь нас просто понять вы видите всего лишь дождь и он для вас идет течет вода вода течет и замерзает в лед мы видим узоры снежинок кристаллики в глуби льда все капельки что застынут для вас это лишь вода а в нашем мире все не так здесь могут часы замирать и миллионы дождик мы можем пересчитать мы просто другие мы живем на другой глубине мы просто такие неизвестно по чьей вине нам себя уже не изменить и такими как вы не стать так попробуйте рядом быть попытайтесь нас просто понять нам себя уже не изменить и такими как вы не стать так попробуйте рядом быть попытайтесь нас просто понять и такими сможете Виктория, где-то здесь, пожалуйста. Я бы хотел, чтобы она тоже подошла. Покажите с концерта. Сегодня тебе уже, вот недавно сделали операцию. Вы видели, что его нога, она была очень сильно искривлена. И никогда бы он не смог полноценно нормально ходить. И вообще он передвигался, это было очень тяжело. Вы видели, как это было. И вот сегодня уже мы видим, что твои ножки, они ровно, совершенно стоят. Вы видите, друзья мои? И представляете? Этого могло не произойти. Если бы сегодня не ты, дорогой партнер, то этой операции просто бы не было. Потому что сами детские дома, они не имеют возможности это делать. И государство тоже не имеет возможности это делать. У нас сегодня твоё неравнодушное сердце, дорогой друг, приносит этим деткам, чтобы у них слезы, слезы, радости. Не слезы, печали, боли, а слезы радости. И не более слезы, слезы, радости. Да. Дорогой Васенька, скажи, пожалуйста, нам вот буквально одно слово. Ты рад, ты счастлив, что это произошло в твоей жизни. Да, я рад, я мрю. Мы сама, где-то никто не работал операции. Это возможно в операции? Я подарок. Я когда смотрела на сюжет о Васе, то его невозможно смотреть спокойно, ну, просто, знаешь, спокойно, потому что действительно плачешь там вместе с ним. У него внутри такая очень трепетная и любящая душа. И знаешь, когда он говорил о том, что он мечтает, чтобы когда-нибудь нашлась его мама. Ну, знаете, что я знаю? У тебя есть отец, самый настоящий. Это твой Бог. И он так любит себя. Никто не может так любить как он. И то, что происходит, вот это все это Бог делает для тебя. и все это Бог делает для тебя. Потому что он хочет, чтобы ты был самый счастлив. Потому что он хочет, чтобы ты был сам настоящий. Замяна. Спасибо всем, кто. Спасибо. Благодарным фондам. Сعадите. Я прошу на роду. Сом, вероятно, я хочу сказать вам спасибо. И я хочу сказать вам спасибо. Что люди есть, и что Бог есть на свете. О, Боже, О, Боже, О, Боже, О, Боже, Вы знаете, друзья, мы с Виточкой, это как раз перед ковидом, знаете, последние собрания, когда еще можно было собираться, и столько этих детей, более 200 человек, мы прооперировали, друзья, в смысле этой песни, там они поют, говорят, мы не такие как Вы, и другими нам уже не стать, но мы есть, но мы есть. Знаешь, вот когда видишь вот это до и после, когда задумываешься, что это значит, насколько это ад и небеса, вот так это можно сравнить. Потому что вот этот дом, это ребенок, который обречен, как мы Вам рассказывали, до 18 лет, быть вот в таком интернате, мучиться, страдать, от боли, от беспомощности, и в 18 лет, просто его перевезут, это не тот дом престарелых, который мы смотрим и видим по телевизору, частные дома престарелые, в Германии, в Америке, где пожилые люди просто прекрасно себя чувствуют, это ужас, там бесы, в полном смысле слова, нашли свое пристанище, там над этими детьми, а потом подростками, уже взрослыми, инвалидами, там над ними так издеваются, вы даже не можете себе представить, что с ними делают, их насилуют, над ними так издеваются, и представьте, такой ребенок, он должен был, был, быть до конца своих дней, вот в таком доме инвалидов и престарелых, и что делает эта операция? Она отменяет это будущее, она дает ребенку новое будущее, и ему не надо будет 18 лет переезжать в этот дом инвалидов, потому что эта операция дает ему возможность, стать самостоятельным, уже быть нормальным человеком, который может о себе позаботиться, и для этого ребенка открывается жизнь, и знаешь, эти операции, вот мы когда разговаривали там, буквально на каждого показывали и говорили, можно этому ребенку сделать операцию, и он будет ходить, и если бы ее сделали еще в самом начале, вообще бы он уже давно забыл все эти проблемы, и так о каждом, и это же не было для каждого человека, который был там, но родители его оставили, или у них не было возможности это сделать, это много денег стоит, государство, это не делает, и все, у государства нет бюджета даже кормить их нормально, дорогие, и Бог нас в Виктории, в один день призвал, и показал, в каждой стране мира, люди нуждаются, люди нуждаются, взрослые, дети, старые дедушки, бабушки, vecchие нонни и нонны, которые вообще никому не нужны, которые вообще не нужны, бросены, которые с Викторией делали сами, с помощниками, свой дом престарелых, выкупали вот так вот домани дорогие, ремонтировали, делали, и бабушки в то время у нас в Украине, это были, начало 2000-х, конец 90-х, они лежали в коробках прямо на асфальте на улице, на теплотрассах, у них сгорала спина, ноги, мокрые, и потом гангрина, и смерть. И знаете что? Мы забирали их, мы привозили их, мы брали профессиональных врачей, мы сами, нам есть нечего, но мы заботились о них, мы находили их родственников, мы восстанавливали их документы, и преснявали их документы, они начинали пенсию себе получать, у них появились деньги, они смогли пойти в магазины, чтобы они себе купить, из-за того, что мы всегда им давали. И знаете что? По всему миру сегодня, Бог нам сказал, иди по всем странам мира, можно войти в каждую страну, в этой планете, явление Духа и Силы в каждой доме на планете. Они сидят в доме, кто-то в больнице спрятан, и есть этажи, которые никому не показывают, даже нам не показали, один раз мне показали, одну палату, и когда я зашел туда, из-за того, что я туда ходил четыре года, мне говорила эта женщина, не надо, ты просто будешь потом всю жизнь это помнить, потому что я когда увидел, это ужасно, когда человек просто из-за груди растет нога, и дальше я не буду говорить что и где находятся, и самое интересное, что он умом все понимает. Я выбежал, и я подумал, нет, мы не только памятники должны рассматривать и кофе пить. Пожертвуй своим кофе ради того, чтобы сегодня кто-то, кто дома спрятан, у него родители держат его дома, у него приступы, эпилепсии, в modo, что эти люди, которые у них, они могут уйти туда, и в modo, что Господь, кто заплатит за эти переводы? Кто заплатит, я спрашиваю! Кто заплатит за то, чтобы был этот YouTube, этот Facebook? Кто заплатит YouTube, Facebook? Были все эти соцсети на испанском, на французском, на всяком языке, на всяком языке. Друзья, пришло наше время! И я хочу, чтобы вы все процветали! Ничьи человек, мало чего может сделать. Поэтому я здесь, мы с Викторией здесь, мы молились день и ночь, можете не верить, но мы молились целыми ночами, мы засыпали, слушая слова, просыпались через час и опять снова молились, и так шли месяцы, 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 чтобы те, кто в зале и те, кто слышит, и те, кто услышит записи, поняли, наконец, что есть другой мир! Твой мир это маленькая скорлупа! И когда она треснет, только тогда ты узнаешь, что рядом с тобой, в шаге от тебя, был другой мир, мир, где люди мечтают умереть, молятся о том, чтобы, Боже, забери меня, сколько этих людей я слышу, сколько людей я слышу, сколько мне писали, которые молились, чтобы Бог забрал меня, потому что Бог меня через полгода, год, пять лет, они будут служить, и не понимать, что Иисус Христос пролил свою кровь, чтобы чудотворение являлось в жизни людей, и Бог творит чудеса, приходит сам, миракули, и исцеляет от рака, и потрата гурируйте дал канкор, Аминь! Точно так, он использует руки врачей, таких операций никто раньше никогда не делал, но Бог открыл нам двери, и один хирург посогнул на это, вы слышите, что я сказал? И сказал я, и мне ответил, я, и он начал, и у него начало получаться, операция, а потом реабилитация, и потом реабилитация, самая страшная реабилитация, знаете, когда вот эти вот раны, вы видите, о, друзья, нет, не думайте, что это просто мелочь какая-то, это такая боль, которую морфия не уберет, это такая боль, которая не уберет ничего это боль которая говорит Бог, если любишь, упей меня сейчас но кто-то присылает мне фотографию и я кричу Богу, умолюсь я говорю, Бог, я умоляю тебя чудотворение твое пусть совершится проходят три дня вот, два и на третий день вдруг все резко начало заживать все знаете вы даже не понимаете насколько это серьезно Влад сюда выходил и рассказывал разве он может вам открыться у него были лили слезы и кричала душа и он говорил друзья, я был в коме я был в каком-то другом мире мы говорили об этом это ужас так нельзя я партнер почему? потому что я что-то пережил мы все должны быть партнерами дело Духа Святого и мы все должны процветать и прежде чем сейчас мы будем молиться и строить жертвенник я хочу чтобы мы прямо жертвовали сегодня и каждый кто не партнер он становился партнером это твой выбор пожалеешь ты о нем или нет знает только Бог а пожнешь только ты я стал партнером и ты знаешь я всю жизнь жертвую если ты посмотришь за мной ты увидишь шлейф целый молитвенных домов самых больших храмов в СНГ в Европе везде самые лучшие аппаратуры самые лучшие экраны для Иисуса Христа все самые лучшие когда мы делали такие собрания как мы только что показывали у нас бывало нет денег мы с Викторией просто продавали машины и делали эти собрания но выходили все равно в таких костюмах и всем говорили мы знаем нельзя дать Богу и обидеть нельзя дать нищему нельзя дать нуждающемуся и остаться просто глупым глупые это те кто сегодня не дают Богу глупые это те кто думает что мне нужны их деньги я не хочу взять твои деньги я хочу тебе дать деньги я мечтаю о миссии о миссии по всему миру которая будет самой процветающей миссией в которой каждый человек будет жертвовать столько чтобы заходить в целые страны деревни, поселки в те деревни где нет интернета обычная христианка обычная сестра обычный брат поговорили вдвоем третий услышал мы проведем туда интернет мы проведем туда во файл мы это сделаем мы в Украине поставили телевизор в каждую палату в каждой онкологической больнице. Мы поставили телевизор в каждую палату в каждого военного госпиталя. Мы сделали там спортзал, Виктория сама занималась для реабилитации раненых. И много, можно перечислять. Друзья, мы делали все время и делаем. Но теперь пришло время поддерживаться всем. Кто меня слышит здесь и кто меня слышит по всему миру. Я хочу, чтобы вы встали. Я прочитаю вам стих. Виктория, посмотри какой стих. И мы с тобой этот стих получили от Бога. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. И мы начали с конца, что жертва приобретает благоволение. А я хочу вам сейчас показать что-то в начале. Если приносите Господу жертву благодарение от Бога, вы знаете, как стать из пораженного, нуждающегося. Дивентать человеком самодостаточным, человеком, которая верит, Через которого Дух Святой начинает течь Ты ничего не можешь сделать, чтобы это было Дух Святой течет сам В пятой главе Галатам Не в третьей, а в пятой Однажды Бог сказал мне Вы, оправдывающие себя законом То есть пытаясь делами заслужить у Бога какие-то Остались без Христа Отпали от благодати Все что делать нужно Я сказал, Боже, что же делать? Он сказал, принимай И благодари И знаешь, когда ты жертва благодарения Это когда мы с тобой еще бывает не получили чего-то Но мы Богу приносим жертву благодарения И сейчас так делаем Мы стоим на балконе И мы просто На рассвете Боже, мы славим Благодарим Тебя Благодарим Тебя Моя команда знает Я им писал это И они тоже так молятся Благодарим Тебя Благодарим Тебя Благодарим за то, что еще не произошло И когда ты наполняешься благодарением Вдруг Состояние Поражение Нужды Состояние Мне надо Что мне делать? Паники Дьявол бежит мои эмоции в панику Так я говорю или нет Что-то будет плохо Мне начинает казаться Мне то хорошо, то я успокою Со мной поговорят Все хорошо Проходит время Снова паника Снова тяжело Снова депрессия У кого такое было? Скажите Оказывается Благодарение Благодарение поднимает Тебя Над всеми этими проблемами И даже если это еще не произошло Ты уже благодаришь Вау! Вау, Синьоре Дух Святой льется Аллилуйя Аллилуйя Знаете, друзья На этом summit Вы должны были услышать Одну главную истину Бог хочет Чтобы ты Процветал И Он все Для этого сделал Он обнищал Чтобы ты Обогатился Он хочет Чтобы ты Имел избыток И ты должен Первое Это поверить в это Не смотреть на то Что ограничивает А откуда оно придет У меня зарплата Что у нас станет больше Ни на что не смотреть Знаешь, что Бог Миллионы путей Как обогатить тебя И самое главное Чтобы твой разум Открылся Но чтобы твоим двигателем Твоим главным Мотивом Было Служить Богу И своими финансами Помочь Чтобы вот эта сила Которую Бог дал нам Это поверение Которую Он дал Чтобы оно вошло В каждый дом Друзья мои В первой церкви Посмотрите Мы прямо видим Как там все происходило Написано, что Когда строилась Первая церковь Люди У кого были деньги Они приносили Их к ногам апостолов Люди жертвовали Массово А потом написано И никто Не имел Никакой нужды Немного Не имел Никакой нужды Допустим Аллилуйя И знаешь Когда-то я это читала И думала Я почему-то видела Такую картину Что Ну вот кто-то пожертвовал Вот они Сняли эти деньги Собрались вместе Покушали Ну и как бы Не нуждаются Нет 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 Люди Процветали Люди Не имели нужды Потому что Бог Ему нужно было Чтобы апостолы Распространили Это Евангелие Чтобы они пошли В разные страны А для этого Нужны были деньги Для этого церковь Должна была Стать богатой И поэтому Люди Сеяли И поэтому Они не имели нужды И поэтому Они могли Идти И распространять Это Евангелие И сегодня Бог Он дал Нам Вот этот стих Благовествовать Нищим Сегодня Ты тот человек Который Прямо сейчас Здесь Знаешь Мы будем строить Этот жертвенник И ты должен сказать Господь Я вступаю с тобой В этот завет Я принимаю От тебя Эту благодать Я верю Что я Процветающий человек Но все Что ты мне дашь Принадлежит тебе Я хочу Служить Этими деньгами Тебе Господь Я хочу Быть Даятелем Я хочу Быть Твоим Настоящим Даятелем Я хочу Чтобы через Меня Вот такие Дети Они становились Счастливыми Чтобы через Меня Те мамы Которые Сейчас Умирают В своих Квартирах И плачут Сутками Потому что Они умрут От онкологии А детки Останутся Одни Чтобы они Не умирали Послушай И это все Можешь Делать Ты Приняв Истину Бог Хочет Чтобы ты Процветал Но Путь Процветания Это Твоё Жертвенное Сердце Это Твой Правильный Мотив Аллелуя Дай Богослав Дай Глория Аллелуя И вот Этот стих На котором Сейчас Друзья Мы Закончим Именно Слово Я начну Молиться И Пожалуйста Давайте Сделаем Так Чтобы Вы Заходили С этой стороны Здесь Будет Стоять Стол Вы Берете Свою Жертву Берете Свою Анкету Ложите На стол Мы С Виктория Молимся За вас И Вы Проходите Дальше Но Прежде Я Прочитаю Вам Стих Который Открывает Путь Святому Духу 36 Псалом Пятый Стих Предай Господу Путь Твой И Уповай На Него И Он Совершит И Выведет Как Свет Правду Твою И Справедливость Твою Как Полдень Братья И Сестры Посмотрите Предай Господу Путь Твой Я Переживаю 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 И Вижу Что Это Переживание Не Дает Богу Коснуться Моей Ситуации И И Тогда Я Начинаю Просто Цитировать Этот стих Я Говорю Боже Я Предаю Тебя Путь Свой Я Уповаю На Тебя И Ты Совершишь Скажи Со мной Бог Совершит Дилу Коммэ Дио Компира И Он Совершит Компира Дио Редактор субтитров А.Семкин